Главный тренер Агбарса Дмитрий Квартально готов подвести итоги матча. Здравствуйте, Дмитрий Вячеславович, и оценку игры вашу, пожалуйста. Ну, я думаю, что равная игра была, она, ну, удаление, 22 на 4, это, конечно, многовато. Ну, знаете, какие-то удаления были, с какими-то там, могу не согласиться близко, в общем-то. Ну, я думаю, что в таком дерби не мешало бы, ну, посмотреть и на команду соперника, в общем-то. Здесь у нас парню нос сломали, вообще удар в голову чистый был, конечно. Не знаю, ну, а то, что сыграли слабо в меньшинстве, это факт. Спасибо. Спасибо, Дмитрий Вячеславович, коллеги. Задаваю вопросы, не забываем представляться. Здравствуйте, Азамат Шелуков, Медия Корсевич. Только ли с удалениями вы связываете провалок Барса в третьем периоде? Может быть, все-таки от своей игры отошли? Спасибо. Нет, я все сказал, я не думаю, что, ну, очень много было удалений здесь, мы не могли, не могли игру перевернуть, в общем-то, здесь, опять же говорю, и та концовка, которая могла что-то решить, она, нам сегодня не было шансов. Хотя, еще раз говорю, какие-то удаления, они были. Владимир Бакулин, официальный сайт КХЛ. Дмитрий Вячеславович, ну, насколько обидно прерывать вот такую хорошую, да, полосу из десяти подряд побед? Да, еще раз, мы, в общем-то, не смотрим на это, тут, опять же говорю, не сработало. Ну, наверное, команда Уфы сыграла здорово в большинстве, мы где-то здесь эти два гола, первые два гола с одной точки, в общем-то, получили. Ну, мы очень много сегодня пропустили, очень много голов. Коллеги из Зума, есть ли у нас оттуда вопросы? Дмитрий Вячеславович, по вратарю можно узнать, почему именно на Белялова выбор Ваш упал? Потому что, ну, показалось, что Адам после Нового года играет здорово, держит команду в игре. Ну, мы тоже планируем, в общем-то, игроков и вратарей менять. Сегодня должен был играть Белялов, он это знал давно. Ну, суть по всему, вопросов у нас больше нет. Спасибо, Дмитрий Вячеславович, удачи. Есть вопрос, можно? Дмитрий, пожалуйста, Денис, ты будешь обзору, вот продолжение Белялова. А как его игру сегодня оцениваете? Спасибо. Спасибо. Главный тренер Салават Юлаева, Томми Уламса, готов оценить прошедший матч с Ахбарсом. Здравствуйте, Томми, с победой вас и комментарии по игре. Спасибо. Сегодня, действительно, хороший противник. Сегодня, действительно, лучший противник в этой лиге. Так что, мы знали, что это закончилось. И так, мы очень подготовили, и мы поправились так. Блин, дерби, хома, Саддерба, это упражнение. Это была очень хорошая путь. И вот, всё это будет, например,. Большинство игроков, большинство игроков, большинство элементов игроков. Но я думаю, что сегодня, на самом деле, наша первая линия – «Поерплей» и наша дисциплина. Я думаю, что эти вещи сделали отличие. Там предстоял очень сильный оппонент, одна из лучших команд, может быть, даже лучшая команда в Лиге сейчас на данный момент. Поэтому мы к этому матчу готовились очень основательно и старательно. И я думаю, что сегодня мы заслужили эту победу. Что касается сегодняшней игры, то я думаю, что первые два периода было очень много таких микро-поединков, микро-баталий на льду. Много было шайб, которые отскакивали, и команды их теряли. Но если говорить в общем, это было, кстати, если подытожить, то было похоже на игру плей-офф. А если говорить о слагаемых успехах, то я думаю, что сегодня, в первую очередь, наша дисциплина хорошая повлияла. Плюс первое звено, и большинство сегодня справились с лучшей стороны, и мы выиграли. Владимир Бакуленко, Хейл, Томи, вы сегодня бросили в бой наших ребят со сборной России, да, молодежной? Мухаммадуллин не играл чисто по функциональным показателям? Нет, у нас есть ситуация. У нас есть много хороших защитников, и мы хотим ротировать, ротировать наши диски. И поэтому Мухаммадуллин не играл сегодня. Нет, Мухаммадуллин пропускал матч сегодня лишь по причине нашей плановой ротации защитников. Сегодня играли те, кто нам нужен был сегодня на льду. Здравствуйте, Азаман Шалуков, Медия Корсеть. Прокомментируйте, пожалуйста, как вы хотели в своей зоне сыграть. Это зависит от противника, как они играют. И мы уменьшили нашу систему немного, как противника играет. Мы хотели подстроиться больше под соперника и смотрели, как он будет атаковать. И наша защита варьировалась от того, как соперника атакуют. Продолжение предыдущего вопроса. Сегодня было очень много пробросов. Спасибо большое. Продолжение предыдущего вопроса. Продолжение следует очень тяжело. Два парня, иногда даже три парня. И иногда, у нас есть предыдущий, нужно делать решение под соперника. Останавливаете вы продолжение в своем уме или вы просто притекаете ее. И сегодня мы играли так много соперника. Наши венеры должны сделать решение под прессингом. Это очень эмоциональная игра и Акбарс поплыл за счет удаления. Расскажите, как вам удалось держать команду, чтобы она в этот порыв эмоций не ушла вместе с Казани? Да, это происходит из игроков. Я думаю, что это внутри нашего команда. Мы имеем сильные ценности. Мы хотим играть для команды. Каждый команда приходит в первую очередь. И вы должны контролировать эмоции. Это большая часть наших ценностей. Я думаю, это была причина. Мы практикуем почти каждый день. Мы общаемся каждый день. Мы скручиваем очень хорошо. Оппоненты, ПК, каждый день. И это почему, например, сегодня, все хорошо. И о айс-тайме, о пар-плей. Сегодня, несколько раз, ребята играли в зоне. И у них нет интерцепта. Это было продолжение. Это очень сложно, когда вы контролируете пак, и вы создаете, и вы создаете. И у вас есть хорошая уверенность. Сегодня мы победили много игроков. Так что это все. Что касается тренировочного процесса, то мы каждодневно этому внимание, это мы нашему большинству уделяем, над ним работаем. У нас постоянные встречи с командой. Также мы стараемся детально и тщательно изучать меньшинство соперника, и как они защищаются. И я думаю, что сегодня именно так получилось. В нашем большинстве мы играли в большинстве, потом снова продолжали. Вот это ощущение, что мы контролируем все время шайбу. Мы находимся у соперника в зоне. Нам помогало чувствовать уверенность. И мы продолжали-подолжали давить и забивали свои голы. Томми, можно ли назвать сегодняшний матч лучшим для Хартиканина за время вашей работы в Салаватию Лаеве? Ну, один из этих матчов, конечно. Я думаю, что первый раз у нас сегодня, один из этих матчов, это невероятно. Но я думаю, что никто не может играть alone. И как я говорил, о чем мы говорили, что у нас в нашем команде. И это тоже... Один большой момент для нас, что у нас есть. У нас победа, у нас победа. У нас победа, у нас победа. Хартиканина играли хорошо сегодня. Нет вопросов о том, что мы должны помнить, что у нас по-английски, у нас победа, сколько мы победили сегодня. Все это мы должны помнить. Ну, наверное, возможно, одна из лучших игр за все это время, что я в команде работаю. Но не стоит забывать, что Хартиканин играет в команде не один. И стоит помнить простую истину, что команда выигрывает и проигрывает вместе. Сегодня Хартиканин сыграл, безусловно, великолепно. Но отметим также и великолепную игру голкипера, отличную игру в меньшинстве и то, как ребята много сегодня шайб принимали и блокировали бросков соперник. У нас в зале вопросы закончились. Есть ли вопросы из зума? Ну, суть по всему, нет. Спасибо, Томи. Спасибо. Ну, игра, все видели, что с нашей стороны она не задалась. И особенно третий период, который, в принципе, и решил исход, ну, исход матча в третьем периоде решился. А так, два периода, можно сказать, были равные. Там старались победить, но удаление все решили. Зрителям понравился хоккей. В принципе, атакующий, много моментов было. Голов много. Владимир Бакулин, КХЛ, Денис, добрый вечер. А вот касаемо удалений, почему вот сегодня с дисциплиной были проблемы, на ваш взгляд? Ну, матч от матча, как бы, они не все одинаковые, да. Бывает такое, что там где-то и грубость вылазит, где-то там дисциплина всегда все равно когда-то может хромать. И сейчас каждому, как бы, не выразишь о том, что кто-то виноват, что-то. Ну, понятно, как-то дисциплина командная. И в каких-то моментах, да, она передала сбой. Ну, так, сегодня так случилось. Будем сейчас разбираться, работать над ошибками. Ну, ничего страшного я не вижу. Лично я не вижу ничего страшного от этой игры. Бывает. Денис, ну вот насколько обидно уступать после десяти матчевой победной серии такой внушительной? Обидно всегда уступать, но без проигрыша и побед не бывает. Еще раз повторюсь, тут игроки и команды такого уровня, как Акбарс, как мы, мы должны просто из таких матчей делать правильные выводы и идти дальше. Еще есть игры для плей-офф, и в них как бы нужно это все скорректировать и подойти в хорошей форме. Олег Чернов, Subcore 02. Денис, скажите, пожалуйста, вот по этой игре было видно, за счет чего можно Салават и Лаев обыграть в плей-офф? Какие у него слабые стороны? Это я оставлю при себе. Наверное, неправильно будет выражать это, разглашать. Это наша командная тактика, которой мы воспользуемся, я думаю, против того же Салавата, если турнирная сетка нас сведет. Денис, еще один вопрос. Вы очень много шайб забросили, практически почти бесчисленное количество. А локтем удавалось когда-нибудь забрасывать? Локтем? Да, локтем. Даже не помню таких. Такие шайбы, они относят к числу курьезных. Я могу только поздравить того человека, кто забил локтем сегодня. Спасибо. Еще есть вопросы? Андрей Педан был вроде, да? Красивая шайба. Здравствуйте, Денис. Денис Таипов, Горобзору. Денис, Дмитрий Вячеславович Квартальнов пришел и сказал, что не согласен со всеми удалениями. Расскажите, вот команда что надломила? Своя дисциплина несобранность или какие-то сторонние решения, которые потом эмоционально повлияли на Акбарс? Сторонние-то какие? Например, вы не согласны с решением арбитром, завелись. Решение арбитров? Да, может быть, там что-то было неправильное, вы из-за этого загорелись и удаление как бы накатанное дальше пошли. Ну, знаете, как бы мы судьи сейчас можем и как топить, так и возносить. В принципе, их решение мы на протяжении всей своей карьеры старался как-то с ними разговаривать, ругаться, выражать свои недовольствия или хвалить, но толку никакого. Они сами принимают решение, там было удаление, не было, показалось ему. То есть сейчас говорить об этом я не вижу смысла. И на льду они, когда с ними разговариваешь, они тоже никогда не меняют свое решение. Во многих моментах я тоже не согласен с ними. Ну а что сделать-то? Ничего не сделаешь, такова квалифицированность судейства на сегодняшний день. Не ко всем это, конечно, относится. Ну, у нас, собственно, все. Денис, спасибо огромное и удачи в дальнейшем. Спасибо, спасибо большое. Всех еще раз с праздниками. Спасибо. К нам подключился нападающий хоккейного клуба Слава от Юлайф Родион Амиров. Мы приветствуем Родион тебя с победой и, если можно, свою оценку матча. Хорошая боевая игра была, знали, к чему готовиться к Барс. С этой командой много борьбы. Мы прошлые две игры проиграли, поэтому очень нужно было перед своими болельщиками выиграть. Здравствуйте. Ну, есть мнение, что Акбар сегодня надломили удаление и большинство стало ключевой причиной победы Салавата. Согласны? Здравствуйте. Ну да, команда наша заставляла их удаляться, поэтому хорошо, что реализовывали большинство и довели дело до победы. Сегодня два раза выходили в зону, два раза бросали вверхом, но, по большому счету, опасности в этом не было. Вам что тренеры говорят на этот счет? Бросать почаще, либо бросать, чтобы было в браслевом зоне соперника? Как? Да ничего не говорят, просто это игровой момент. Сегодня, так скажем, не в лучших кондициях был, поэтому старался там сыграть где-то попроще. Оцените плакат, который изготовил фан-сектор. Плакат «Бомба» мне понравился. Плакат «Бомба» мне очень понравился, такой прикольный. Олег Чернов, «Совкор-02», «Родион», скажите, пожалуйста, не ёкнуло у вас ничего сегодня, когда Билалов потерял клюшку и пропустили? В Казани. В Казани пропустило, когда Билалов потерял клюшку. Нет, а что должно было ёкать? Не понял суть вопроса. Был матч, когда наш вратарь на молодежь чемпионат терял клюшку. Сразу все вспомнили этот трагичный матч. На самом деле я не вспомнил, но все бывает. Там у Ярика Скарова тоже было пару моментов. Вроде он купил суперклея, поэтому у него не будет она теперь выпадать. Билалову подарите суперклей? Не знаю, нет. Владимир Бакулин, «КХЛ», «Родион», добрый вечер. Насколько сложно сегодня было выходить, учитывая акклиматизацию, этот перелет? Как себя функционально чувствовали? Здравствуйте. На самом деле неважно себя чувствовал. Сегодня поспал там 4 часа буквально. Но хотелось играть, хотелось играть против такой команды за свой клуб, поэтому выходил и делал все, что от меня зависит. Насколько сегодня хоккей отличался от того хоккея, который был на молодежном чемпионате мира? В принципе, канадцы там много кто играл так, там забрасывали и шили, там боролись. Поэтому, в принципе, что-то похожий стиль был у Акбарса, поэтому и было понимание, что и как делать. Спасибо. Спасибо. Ну, собственно, все, Родион, спасибо. Еще раз победы и успехов. Спасибо. До свидания. Герой сегодняшнего матча, нападающий хоккейном клуба «Салават Юлайф», Тьему, «Хартиканин», готов подвести итоги матча. Привет, Тьему. Привет. Привет. Бривный комментарий после матча. Герой сегодняшнего матча. Мы играли очень хорошо. И это отличная атмосфера в арене. Очень хорошо играть сегодня. Самый такой счастливый и лучший месяц для вас. Наверное. У меня был очень спокойный момент, после этого матча. Я не знаю, сколько игроков я победил. И сегодняшний год было так же. И когда ты победил, ты чувствуешь атмосфера. и я не знаю, что игроков я победил. И я не знаю, что игроков я победил. Но, что стоит сказать? До этого много матчей не забивал, даже сложно вспомнить сейчас, какое количество. Стоит лишь только наконец-таки отличиться. И после этого ты чувствуешь атмосферу, пропитываешься. И у тебя уже начинает получаться забивать больше голов. И второй вопрос в тему. Дисциплина для «Салавата Юлаева» сегодня – это залог успеха? Да, я думаю, что сегодня у нас были хорошие дисциплины, мы не взяли слишком много пеналтий, и мы оставили нашу структуру во время игры, и в 3-м период мы решили победить. Это было очень тяжелое время в 3-м периоде, поэтому я очень рад, как мы играли. Здравствуйте, Азамар Шалуков, Медиакарсет. Вы впервые в карьере сделали покер, впервые игрок Салат Юлаева сделал покер, да еще и Акбарсу. Оцените все это, что вы чувствуете сейчас? Сегодня я чувствовал здорово, и иногда вы чувствуете, что сегодня будет хороший день. Да, это было, поэтому я очень рад, особенно Акбарс, это сейчас лучшая команда в Лиге. Я рад, что сегодня мои усилия, моя игра помогла команде одержать победу. Бывает такое ощущение с утра, когда ты уверен в себе, и сегодня, в принципе, все это на игру переложилось. Поэтому, да, я очень рад, что нам не удалось сегодня забить 4 гола, в принципе, это очень круто. Через 2 дня уже начинается выезд по довольно непростому маршруту, сразу после домашней игры. Это как-то повлияет на подготовку? Будет ли сложнее в этой связи, что вот только дома сыграли, и через 2 дня уже трехматчевая поездка? Спасибо. Это просто нормальная подготовка. Мы знаем, что скачула очень полная до конца января, так что мы готовы для этого. Я думаю, что команда полная энергия, и эти игры, как эти, должны дать нам больше энергии, чтобы идти на дорогу и на конференцию для команды. Я думаю, что это хорошо, что сейчас играть много игроков, чтобы играть на 2 дня, и в феврале будет удобно. Я думаю, что подготовка будет нормальной, и, в принципе, все прекрасно понимаем, что в январе нас ждал сложный календарь, такая проверка с сильными соперниками, поэтому в этом плане даже где-то лучше играть против сильных соперников, потому что это добавляет больше уверенности, особенно в таких матчах, как сегодня провели против Акбарса, одной из сильнейших команд в лиге. Поэтому, может быть, даже чем больше мы будем играть, тем лучше для нас. Тем более, февраль-нажды тоже непростой месяц. Денис Таипов, Горобзор.рум. Тема, у вас есть фотография с охотой на Барса? Нет, я на них не охотился, это незаконно и нелегально. Есть сказания Артем Лукоянов, который очень много говорил о том, как симулирует умирок. Сегодня Лукоянов упал, зажался, удаления не было и продолжил игру. Что вы можете сказать о таком хоккеисте, как Артем Лукоянов? Я не знаю, я не читаю так много, поэтому я не знаю, что он говорит. Он играет там долго, и он играет. Я не знаю, он играет на нерве, и Биряков остановил его, и он украл. Я не знаю, как сильно он украл. Это не моя тема, чтобы рассказать об этом. Что говорил о умирке, мне сложно сказать. Я прессы так много в моем об этом компоненте об этом не читал. Поэтому, если разбирать самый игровой эпизод, он пытался вылезти на ворот. Но я считаю, что Биряков очень здорово и его классно встретил. Тем более, что не стоит забывать, что Лукоянов сам по себе такой очень жесткий, сильный игрок. И я думаю, что было все в пределах правил, все, что я могу спать по этому моменту. Субкор 02. Олег Чернов. Скажите, вам понравился сегодня вратарь Акбарсвей и хотели ли вы с ним встретиться с новой плей-офф? На льду. Ну, Казаннер. Казаннер. У него есть два хороших goalie's. И они были трудные, которые могут быть трудными. Они могут использовать их, и они могут быть трудными. Я не могу сказать, что я хочу его в игре. Но сегодня мы были в третий период, и мы стали чувствовать себя очень хорошо. Так что это не об этом, что он может быть трудными. Это не об этом. У него очень хорошо у него. Возможно, если мы говорим о конкретной игре goalkeeper Казани, Не до конца был сегодня его матч, хотя, если вспомнить, что до третьего периода у нас были сложности. Так, в принципе, не стоит бояться, что у Акбарса два очень сильных галкипера, и всегда очень сложно с ними против них играть. Но сегодня нам очень сильно помогла арена, мы как бы словно питались энергией наших болельщиков, и поэтому после того, как мы забили, бывает, может быть, не их матч был в концовке, и мы смогли переиграть. Ну, вопросы у нас закончились. Спасибо, Тиему. До свидания. Спасибо. Спасибо.